Волейбол среди детского населения в Маршанске культивировался слабо. Так утверждают ответственные лица по спорту Комитета по образованию города и тренер. Слабо до недавнего времени. Да, это только начало, но радует то, что они с удовольствием занимаются. И вот приятно то, что действительно волейбол у нас стал немножко возрождаться. Потому что бокс хорошо, единоборство хорошо, но спортивные игры, есть спортивные игры. Там действительно командный дух, там один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного старались и на соревнованиях в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин». На днях состоялся муниципальный этап всероссийского турнира «Серебряный мяч». Участники школьной команды юношей и девушек 2003 года рождения. И если ребята только оспаривали победу, то женский волейбол уже закончился. Да, среди девочек завершился буквально во вторник соревнования. По круговой системе победила гимназия. Она поедет представлять наш город на региональном этапе. На фоне области нам пока тяжеловато, потому что в других городах это направление развивается уже давно. А у нас оно не так давно, но мы надеемся подтянуться. Команда гимназии победила не случайно. Именно в этом учебном заведении возродили секцию волейбола. Гимназисты – самая многочисленная группа волейболистов. Однако на тренировки приезжают ребята и из других школ. К примеру, первый и второй. Возраст воспитанников Алексея Тебякина – 12-13 лет. Как раз подходящий для данных соревнований. Действительно, они здесь все те приемы, умения, навыки, которые они на тренировках, можно сказать, оттачивают, они должны применять в игре. Если этого не будет, то тренировки тогда не нужны. То есть это действительно соревновательный цикл. Я считаю, что это один из важных этапов подготовки нашей молодежи в дальнейшей жизни, занятий, физической культурой, спортом и вообще для жизни. Тренировки свои положительные результаты принесли. Команда юношей гимназии стала недосягаемой для соперников. На региональных соревнованиях в честь Маршанска будут защищать гимназисты – девушки и юноши. Планку, которую для спортсменов поставил тренер – войти в тройку лидеров. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.